Вот, до глубины 10 километров. Так вот, тут колоссальная роль принадлежит круговороту ВОТ. Вот на этой картинке приведены по оси ординат, количество воды во всех водоемах. А это время полного водообмена в годах. Причем вот каждые эти там такие значочки, это то, что сегодня удалось определить по литературным данным. Значит, сколько выносят реки, сколько воды в реках, там, в морях, в озерах, в болотах и так далее, и так далее. И вот здесь приведены две линии. Это вот линия климатического круговорота, метеогенных вод. Очень быстрый круговорот на континентах. Вода испаряется в океане, потом выливается на континентах, и там в виде дождя, снега и так далее падает на поверхность. А вот это вот круговорот, вот через серединные океанические хребты. Такая ситуация. И вот все водоемы сидят на этой красной линии. Вот красная линия, это средняя, как бы, единая для всех водоемов величина. Выясняется, что все водоемы, они формируются из двух источников. С одной стороны, вода климатического круговорота, который диффундирует сквозь земную поверхность. С другой стороны, вода глубинного залегания, так называемые морские воды, соленые. Все океаны связаны между собой не только по поверхности, но еще на уровне 10 километров. Там есть проницаемые слои, по которым тоже идет циркуляция вот этих вот вод. И вот эта вот средняя линия, она как раз свидетельствует, что на 90% вот все воды наземные, они формируются из вот климатического круговорота. И на 10% вод клубинного залегания. Но все воды, которые падают в виде дождя и снега, они всегда в своем составе содержат СО2 растворенные. СО2 очень легко растворяется. И если вы прикинете содержание СО2 в этих водах, и вычтете, что эти воды падают на землю, а потом проникают в глубь земной коры, то тем самым вы поймете, что вот эти воды вполне могут вытащить СО2 из атмосферы и перенести под земную поверхность. Вот ежегодно они переносят вот такое количество СО2. Теперь, вообще все, что связано с гидрогеологией, это сплошная дыра, сплошное заблуждение. Долгое время считалось, что подземные воды, они могут быть ювенильными, там с момента образования земли возникнуть, и много-много разных типов вод. На самом деле, все подземные воды практически метеогенные. Вот все подземные воды сидят вот на линии Крейга, вот линии метеогенных вод. Вот она. Самые разобнаженные воды. Другое дело, они проникают в породы земной коры, а дальше растворяются, смешиваются и так далее, и так далее, и вот дают вот это вот ответвление вправо. Значит, здесь приведены все воды, за исключением одного типа воды. Но этот тип воды для нас очень важен. Это воды, сопутствующие нефтяным и газовым месторождениям. Это вот самая низшая строчечка. Вот все воды на земной поверхности, это вот эти вот все. А вот эти обладают аномальным количеством дейтерия. Вот чем штука. Даже предлагают из них добывать дейтерий. Это как раз воды нефтяных месторождений. Вот эти воды, не просто они обогрешены, они участвуют в определенных реакциях. Мы потом сейчас на эту тему поговорим. Вот это первая особенность. Вторая особенность вот, это связанная с очень важной проблемой, проблема нисходящей фильтрации. Вот если вы посмотрите на гидрогеологическую ситуацию в осадочных бассейнах, особенно в нефтегазоносных, то вы увидите три зоны. Первая зона вот эта. Гидростатического градиента, когда у вас градиент давления с глубиной подчиняется весу, связанную с водой. Это проницаемые, хорошие воды, промывается. Потом вода промежуточных, промежуточных глубин. И дальше вода плотных низкопористых пород, где практически воды нет, а если она есть, то она сидит в связанном состоянии минералах. А вот это очень интересная зона, вторая. Это зона, так называемых, аномально высоких, аномально низких давлений. Она еще интересна не только этим. Она еще интересна тем, что это зона, извините меня, зона нефтяного окла. Зона активного нефтегазообразования. Так вот, сейчас считается, что вот эта зона переменных давлений есть следствие того, что у вас в минералах начинает под действием давления и температур, происходит минералообразование, уплотнение, выжимание воды и так далее, и так далее. А вот биосферная концепция говорит, что не только в этом дело, и, скорее всего, не в этом дело, а дело в том, что это область, где идут активные процессы нефтегазообразования. И эта зона связана именно с этими процессами. И вот тут вот некоторые теоретические расчеты, которые позволяют объяснить форму нефтяного окна, содержание разных фаз и так далее. Сейчас я не буду на эту тему останавливаться. Важно, что в этой зоне идут активные нефтегазообразования. Но очень важен вопрос, что заставляет воды быстро, за каких-то там круговоротов 40 лет всего лишь, цикл, каким образом вот эти воды поступают на глубину до 5-10 километров. Никакими силами вы ее туда не загоните. И это тоже большая проблема. И вот есть некие гипотезы, которые разные авторы предлагали для объяснения, каким образом эти воды поступают на большие глубины. Вот ни одна из них не позволит вам за 40 лет опустить воды на глубину и потом их поднять наверх. Все гипотезы, за исключением одной последней. Вот последняя гипотеза как раз является решением третьей глобальной проблемы, проблемы восстановления. Вот как раз она решает эту проблему. Дело в том, что на этих глубинах, в зонах активного нефтегазообразования, идет образование и метана, и водорода. И вот эти метан и водород из этой зоны поднимаются на поверхность и образуется пьезоминимум, куда засасываются воды в огромных количествах. Я потом покажу вам эксперименты наши, которые показывают, сколько вообще воды там разлагается. Безумное количество воды разлагается в этих зонах с образованием углеводородов. Ну вот, и теперь мы решение проблемы восстановления. Ну, значит, традиционно, вот все привыкли считать, есть биогенная теория образования углеводородов, там разваливаются органические молекулы, преобразуются, образуются углеводороды. А есть абиогенные, что есть некие реакции абиогенного синтеза. Вот это жаргон сугубо, так сказать, непрофессиональный. На самом деле есть такое понятие, как поликонизационный синтез углеводородов. И вот мы сейчас с вами будем говорить на эту тему. Поликонизационный синтез углеводородов из СО2 в земной коре с образованием свободного водорода. Значит, это термин, поликонизационный синтез, это химический термин. Вот, он взят из химии, и в химии доказано, и есть механизмы разработанные, которые говорят, что если у вас есть кусочки, там, молекулы какие-то, да, и эти молекулы могут соединяться в цепи. Вот растет цепь этих молекул, вытягивается, и дальше, типичная полимеризация. И дальше эта цепь случайным образом рвется. То вот в этом случае образуется распределение, которое описывается вот моделью Андерсона Шульца Флори. Вот она имеет вот такой вид в логарифмической системе координат. В эту модель входит параметр А. Вот он тут. А это отношение скорости роста цепи углеводородов, вот это процесс роста цепи. А вот внизу в знаменателе, значит, процесс, две скорости, роста и обрыва цепи. Вот этот параметр А всегда меньше единицы. И вот такая модель, она оказывается в химии очень хорошо работает. Она объясняет очень многие вещи. Вот если в обычной системе координат, она имеет вот такой вид, как вот показано наверху. Вот она. А вот если в логарифмической системе, в полулогарифмической, она имеет вот такой вид, вид прямой линии. Гораздо удобнее оперировать этими данными и их сравнивать. Ну вот как себя ведет. Вот я показываю вам типичные продукты синтеза Фишера-Тропши. Реакции. Это самая ходовая реакция, которая сегодня, особенно во время войны, тогда больше, используется для получения углеводородов бензинов. Значит, вот видите, вот тут эти прямые линии очень хорошо. И видно два наклона. Один наклон вот такой, а другой наклон вот такой. Я хочу обратить ваше внимание на величину коэффициентов А. Вот один 0,66, а другой 0,77. Это не случайно. Вот оказывается, вот эти коэффициенты, они слабо зависят от температуры, от давления при реакциях Фишера-Тропша. Вот здесь некоторые образцы разные катализаторы. Обязательно каталитическая реакция. Это очень важно. И образуется целый спектр углеводородов. Так вот так выясняется, что в принципе те же самые углеводороды сидят в нефтях. По крайней мере на уровне нормальных алканов. Вот если вы возьмете алкановую часть, да, парафиновую. А на парафины это приходится, ну основная часть нефти, не биодеградированных. То вот их распределение. Вот распределение в обычной системе координат, да. А вот как они себя ведут в полу-грифмической системе координат. Вот 0,78, видите тут, параметр альфа. Ну вот другие, вот это наши уже с Аблей. Анализ 21 месторождения нефтей сибирских. Вот тоже мы определяли коэффициенты альфа. Вот посмотрите, как она себя ведет. Вот 21 проба, посмотрите, какое значение параметра альфа. 0,69. Все ложится в одну сторону. Вот эти два значения параметров альфа чрезвычайно интересная вещь, которая нуждается в объяснении. А вот как, вот это я в 60, ну в общем, в седьмом году, вот значит я анализировал тут некоторые данные, ну в общем, вот эти два вылезают, два коэффициента, где-то 0,65, 0,68 и 0,77. Вот они в нефтях вылезают. Значит, разновидностью модели Андерсона Шульца Флори является так называемый беноминальный закон распределения. Вот модель Андерсона Шульца Флори, она предполагает, что у вас рост цепи идет неограниченно, то есть большой объем пространства, куда может расти цепь. А вот если у вас ограниченный размер цепи, объем, то здесь образуются вот такие вот интересные вещи. Вот вещи такие тоже, вот в битумах мы их видим. Вот два колоколообразных распределения, тоже два максимума. Вот в тяжелых нефтях два максимума. Ну вот параметры там, показываю, смотрите, тут первый максимум, где приходится, второй максимум. И вот теперь мы переходим к самой главной части моего доклада. Это анализ результатов работ Молчанова, Черского, Царева. Это великие люди. Значит, они первыми начали экспериментировать синтез, ну, то, что называется абиогенный синтез. Причем первым начинал Молчанов, вот, который дробил, значит, у него были мельницы, водные среди, он дробил углеводороды и получал из них, дробил просто углерод, содержащее вещество, карбоната там, угли, торф там дробил. И на выходе у него получались углеводороды. То есть, по сути дела, это первый человек, который применил механохимическую реакцию, показал, что может идти механохимическая реакция. А вот эксперименты Черского, Царева. Значит, у них другая была идея. Значит, вот, левая установка, значит, она заполнялась, вот эта вот, некая среда, там, песчаник, еще что-то там на ней добавляли. Начинали трясти. Трясли, 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 а потом смотрели, да, тоже водная среда, и дальше смотрели, что на выходе. А вот эта установка, тоже песчаная среда, и дальше они пропускали через нее воду. Вот. С разной скоростью. И вот, что они получали на выходе. Посмотрите. Они получали, что в результате, правда, длительные опыты, это там, они месяцами делали, но это не важно. Вот получали они, вот посмотрите, вот что распределение нормальных алканов в газовой фазе. Посмотрите, какой коэффициент у них. Ну, и 67 эксперимента Чешского-Сарева. А посмотрите, что у них получалось, значит, на этих самых образцах у них отлагались битумы. И эти битумы, они потом экстрагировали и смотрели, какое у них распределение. И вот видите, два максимума, 17-27. То же самое получается, то, что в природных битумах. И вот в 82-м году был выдан диплом на открытие, был заявлен Трофимовиком, это директор их института, Чешский, вернее, Трофимов был тогда директором Сибирского отделения Академии наук, а Чешский директор института, где работал, Царев и Сорок. И вот они подали заявку на открытие. И открытие было выдано. Суть открытия состоит в следующем. Вот я тут подчеркнул синеньким цветом, что установлены явления преобразования органического вещества осадочных пород под действием тектонических и сейсмических процессов земной коры. То есть, фактически, они перенесли это чисто механохимический процесс, показали. Ну, тогда так терминологически выражались. Ну, и вот ниже, вот движущей силой процессов преобразования ископаемого органического вещества является не только тепловая составляющая, выделяющаяся энергии Земли, но и механическая. Значит, они это все привязывали к органическому веществу, а на самом деле это не обязательно будет органическое вещество. Все у вас будет переработано. Ну, и вот, значит, вот выводы, так сказать, уже я, как бы, своим языком более, так сказать, вот грамотно. Основные выводы из работы. Ну, синтез углеводородов из окислоуглерода СО2 и воды, терминологически разрешенные при температуре больше 500 градусов в породах с высокой поверхностью минеральной матрицы пород происходит при комнатной температуре и атмосферном давлении, если породу механически активировать. Это первым показал, по крайней мере, молчанок. А вообще, этот вывод из работ института Николая Николаевича Семенова. То есть, это тоже наши, наши люди первыми это дело показали и первыми это сделали. Ну и, а в чем смысл механизма? оказывается, что в результате активации на поверхности минералов возникают радикалы, то есть, разорванные химические связи, которые обладают избыточной свободной энергией, тем самым снижают пород реакции. Вот смысл этой механохимии именно в этом. Надо образовать на поверхности минералов разорванные химические связи. И тогда те запрещенные химические реакции начинают идти при более низких температурах. Ну и вот дальше они говорят, что механическую активацию твердых минеральных средств можно вызвать дроблением, трением, сотрясением или русканием через образцы пород воды. Вот это их вывод. Теперь это выводы значит прошлых лет, а теперь научились вообще говоря из воды из СО2 делать все что хочешь. Синтезируют углеводороды, куча всяких заявок, всяких патентов, чего только не делают. Значит ну вот здесь я некоторые результаты выписал, ну мне кажется вот третий и четвертый вот они важны для нас, для дальнейшего. Значит показали вот первый чешский царев вот те данные это моя их обработка их результатов, но не важно. Важно, что вот эти образующиеся углеводороды подчиняются модели Андерсона Шульца Флоре классической. И второе вот важный результат это эксперименты Свансона патенты, где он там делал углеводороды из СО2 и воды и там у него происходил нагрев до очень высоких температур 800 градусов Цельсия при синтезе углеводородов. Я должен сказать, что реакция Фишера-Трупша она тоже идет с выделением большого количества тепла. И это проблема получения углеводородов из СО2. из СО. Ну теперь вот, собственно говоря, лабораторные эксперименты, которые проводились в нашем институте. Значит, мы что делали? Мы моделировали процессы фильтрации метеогенных вод через горные породы. Но главная задача все-таки состояла у нас в том, чтобы вот понять, изучить вот эту реакцию СО2 и плюс СО2 которая по всем теориям происходить не должна. А вот она на самом деле идет. И в чем там зарыта собака? Значит, вот здесь я привел известные реакции поликонзационного синтеза. Вот Фишера-Трупша в 1923-1924 годах. За нее дали, по-моему, 4 Нобелевских премии в свое время. Значит, это СО плюс водород. Причем два канала реакции. Вот эти вот два пика, которые там в битумах и два наклона альфа, это связано вот с этой реакцией. То есть она идет по разным каналам. Ну вот энергия гипса вот минус 165. Чем больше вот эта величина, тем с большей скоростью идет реакция. Чем больше вот это тем с большей скоростью идет реакция. Вот Квельблинг Гильгарца 49-го, вот такая вот это все известно. Вот это все реакции известны. А вот это неизвестно вообще. Вот эту реакцию мы исследовали первое сами. Вот ее стереохимические коэффициенты вот здесь показаны. Вот она должна тоже два канала. Вот мы ее изучали. Как ее изучали? Мы изучали ее на лабораторной установке. Эта лабораторная установка у нас моделировала прохождение метеогенных вод через пород земной кары. Значит что такое метеогенную воду? Это обычная вода с растворенным СО2. Вот метеогенную воду мы СО2 моделируем. А значит это СО2 растворенный в воде. А как нам моделировать возбужденную или механическую активацию? А вот тут мы сделали очень хитрый прием. Вот вместо того, чтобы трясти там еще что-то такое делать просветить ультразвуком и так далее, мы использовали железо. Дело в том, что железо обладает способностью вытеснять водород из воды. То есть интерес составлял в том, что мы смоделировали вот эту механическую активацию пород добавление в модельную среду железной стружки. И без железа тоже шла реакция. Там в сланцах мы делали, но с железом это более интересный результат, поскольку он позволил нам выйти на понимание самой реакции. Что же за реакция происходит? Чем проще система, тем легче вообще ориентироваться в ней. Значит, в чем состоял эксперимент? Вот есть баллон СО2, вот второе это емкость где мы готовили смесь СО2 с водой, значит это метеогенная вода, дальше реактор заполнялся там какой-то средой, ну в частности железной стружкой, вот, и мы дальше в двух режимах мы могли вот что сделать, открыть этот седьмой вот этот вентиль, а вот этот закрыть, и вот заполнить эту модельную среду карбонизированной водой, а могли работать в непрерывном режиме, открыть оба вентиля, седьмой и вот этот, и пропускать на выходе, ну и на выходе смотрели, что у нас получается, вот в двух режимах, ну вот параметры установки, я сейчас не буду на них останавливаться, вот методика лабораторных экспериментов, ну а вот здесь вот обоснование использования железа, вот выясняется, вот для того, чтобы у вас реакция пошла, вам надо перевести воду, вот от одна ось, вот вам надо ее перевести вот в эту часть, вот где вода, вот почему так, не хочет, сейчас, нет, нет, а, что-то там бегает, да, где вода у нас начинает разлагаться с образованием водорода, вот сюда воду загнать можно, конечно, механически активировать поверхность, а можно использовать железо, вот тут вот, вот железо, вот видите, вот тут кусочек, вот в этой части железо может тоже срабатывать, как механически активированная среда, ну и дальше мы начали смотреть, что получается, вот стационарные эксперименты, закачивали воду, смотрели, что на выходе у нас все время шло, что-то там в этом самом, происходило образование газа, а газ вот такой, посмотрите, внизу, в основном это водород, то есть начало разлагаться вода и разлагалась тем сильнее, чем было выше начальное давление, все это делалось при комнатной температуре, чтобы вы понимали, да, чем ниже содержание СО2 было в воде, тем меньше эффект, чем больше, так, ну в общем, мы доходили до давления 20 атмосфер избыточного в этой, иначе боялись, что у нас там что-то взорвется, и на этом прекращали дальше проводить эксперименты, ну вот, это эксперименты стационарные, а вот эксперименты на пропуск, непрерывный режим, вот мы видим, тут все это анализировалось на хроматографе, видим, образуется и водород, и метан, и тут дальше идут гомологи его, причем, чем с большей скоростью мы движемся, тем больше, вот, образуется у нас и водорода, и метана, потом взяли, мы проанализировали вот эту стружку, экстрагировали с поверхности стружки в конце опытов, посмотрели, что там у нас садится, получили битумы, сделали это, эти работы мы делали в Казани, вот, вот, те же самые два пика, то есть, отлагаются битумы с двумя пиками в нужных местах, то есть, всюду, всю, как бы, одинаково, ну, теперь, вот, энергия гипса, это очень важно, вот, если, вот, здесь приведены реакции и их энергия гипса, все, 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 а вот наша реакция СО2 плюс H2O, вот, там, где у вас СО2 плюс H2O работает, где СО плюс H2O работает, СО плюс H2O работает, а вот, где СО2 плюс H2O посмотрите, какая энергия гипса, никакая реакция не пойдет при такой, вот, большом положительном Что нужно сделать? А нужно вот что. Нужно удалять кислород с активной поверхности. И в наших экспериментах мы использовали железо. Железо не только как катализатор, потому что это каталитическая реакция, но еще как поглотитель кислорода. Вот если полностью поглощать кислород, то получаются вот такие энергии гипса внизу. Посмотрите какие. Посмотрите, посмотрите. То есть совершенно ясно, что энергия пойдет в том случае, если мы будем удалять с поверхности кислород. И чем больше надо полностью его удалять. Это можно только в проточных режимах, в условиях земной коры, где быстро там есть, чему его поглотить. В данном случае железо всегда в породах. Причем это может быть не только железо, а все, что хотите. Ну и значит нужна циркуляция воды. И вот теперь эксперименты очень важные. Это скорость разрушения карбонизированной воды. Это на маленькой установке. Мы определили скорость разрушения воды. С какой скоростью она разрушается. И получили колоссальные результаты. Получили результаты, что у нас вода в земной коре разрушается вот в этом нефтяном окне с очень высокой скоростью. И продуктами разрушения ее являются прежде всего водород и легкие углеводороды. В наших экспериментах. Все зависит от того, какой катализатор мы используем. Это предмет будущих исследований в вашем институте. Сейчас у нас создается лаборатория. Мы попытаемся там воспроизвести эти эксперименты. Не только на железе, а на чем угодно. И плюс еще вот эту механическую активацию можно создавать разными способами. В реальных природных процессах такую активацию создает и приливное вращение Луны, и движение, и тектонические процессы, и сеснические колебания. Много чем можно разрушить, сделать дефекты в минералах. Причем особой энергии для этого не требуется. Ну и вот здесь некий вывод по геосинтезу. Значит, мы называем это геосинтез. Кто-то называет его нафтогенез. Значит, важно вот здесь подчеркнуть, что это совокупный результат четырех процессов, происходящих с участием минералов матрицы пород. Это основная идея была Гусева и Антонина Николаевна. Она как химик говорила, что нельзя выбрасывать породу, не рассматривать породу при процессах нефтегазообразования. Это ее основная идея была. Она доказывала, что обязательно ее надо учитывать, ее надо обязательно включать в систему. И вот, значит, вот выводы. Первое. Должна быть генерация внутрикристаллических дефектов. Этот Чешский Царев показал. Разложение на поверхности матрицы. Вот СО2А органического вещества, H2O, карбонат, это без разницы. Все годится. С образованием активного водорода и СО2СО, который участвует в синтезе. Это выводы Молчанова в его экспериментах. Дальше это наши выводы. Удаление с поверхности матрицы кислорода подземными флюидами, а также его поглощение при окислении минералов матрицы. Ну и четвертый пункт, очевидный, это захват флюидами газообразных и жидких углеводоров, а также экстракция бетумоидов из матрицы пород. Значит, на поверхности минеральной матрицы пород образуется очень... Там, где возникает энергонасыщенный слой, там вода уже не вода. Она приобретает очень агрессивные свойства. Это уже как сильнейшая щелочь вода. Вообще, это очень интересная область, которую там химики сейчас изучают. Ну и теперь, собственно говоря, в биосферной концепции, теоретическая модель. Вот такое вещество поступает, падает на поверхность Земли, дальше включается в три цикла круговорота. Вот решается эта задача теоретически. Вот все это можно решить при определенных предположениях. И вот такая даже простая модель позволяет очень много понять, что у нас было в докембрии, что у нас было в фанерозое, объяснить там основные, так сказать, эффекты, которые там происходили. Но я остановлюсь на современной эпохе. Из решения следует, что, вообще говоря, в состоянии динамического равновесия, вот все резервуары, где может находиться подвижный углерод, либо это в органическом виде, в окисленном виде, это совершенно без разницы. Важен просто углерод, который может быть в разных агрегатных состояниях. Вот здесь три основные водоемкости. Это вот атмосфера, тут углерод. Вот, пожалуйста, почва елы, вот живое вещество, вот мировой океан. Вот каждый кубик – это то, что известно по эмпирическим данным. Вот все эмпирические данные, которые были доступны, я вот использовал для того, чтобы оценить, сколько же, значит, сколько содержится вот в этих вот средах углерода во всех его видах, а здесь время жизни углерода в этих средах. Так вот, все они ложатся на одну прямую линию, вот она. Это линия устойчивого динамического равновесия, которая следует из решения задачи. И если вы вот такую систему… Эта штука построена для наземных контейнеров биосферы наземных, да? Если вы начнете что-то тут менять, там что-то делать, то вот эти вот квадратики, они начнут елозить у вас вдоль этой линии, но сама линия не изменится своего наклона, потому что… И не сдвинется, потому что эта линия устойчивого равновесия. Она определяется совсем другими вещами. Ну и вот, когда начали смотреть, то получилось, что вот этот вот наклон этой линии, это скорость круговорота фактически в этой системе координат, это скорость круговорота. Так вот, эта скорость круговорота для биосферного круговорота, она вот такая, 2,56. Для циркуляции атмосферного кислорода, по данным соответствующих химиков, такая. А круговоротвод мирового океана вот такая. По сути, в пределах точности вообще всех данных, все эти циклы, как и предполагал Вернадский, входят в одну систему круговорота. И объединяющим элементом этой системы является живое вещество, которое, входя, участвуя во всех трех циклах круговорота, выравнивает скорость круговорота и СО2, и кислорода к скорости круговорота ввод подземной гидросферы через единые океанические хребты. Ну вот, допустим, вот тут самая высокая точность у меня отмечена для атмосферного кислорода. Ну вот я данные вам приведу, здесь это дал данные Волкера, но вот с достаточно высокой точностью уже люди эти вещи считают. Ну и, собственно говоря, чтобы закончить как бы с Вернадским, подведу итоги. Вот что мы подтвердаем, что сегодня понятно, что реализуется и используется в биосферной концепции. Первое, это вещество биосферы имеет внеземное абсолютно происхождение. И поддерживает, и существование биосферы поддерживает циклическое поступление космического вещества из галактики. Это первое, на что хочу обратить внимание. Второе, круговороты воды, углерода и кислорода образуют единую геохимическую систему вот с такой-то скоростью круговорота под СО2. Ну и объединяющим началом такой системы выступает биосфера. Вот эти вот вещи, учения. Ну и основные, так как, выводы биосферной концепции, прежде чем прием к ее применению на практике. Значит, нефтегазообразование, это геохимический процесс, связанный с региональным круговоротом углерода, биосферы и воды через земную поверхность. В устойчивом равновесии в настоящее время. При нарушении равновесия, вследствие изменения климата, хозяйственной деятельности людей, время восстановления равновесия в биосферном цикле составляет 30-40 лет. Восстанавливается очень быстро. И вот за то же время восполняются запасы углеводородов на континентальных эксплуатируемых месторождениях. Я потом это покажу. Ну и что, вот важный последний пункт, что значительная часть углеводородов нет, генерируется в поликонистационных реакциях, синтезонополородных катализаторах. Образуется углеводородная нефть преимущественно в верхних этажах земной коры, а дальше уже они там могут подвергаться процессам биодеградации. Значит, на что хочу сразу же обратить ваше внимание. Итак, если органики считали, что нефть и газ возникает in-city в коллекторах, в определенных местах, в самих пластах, а неорганики считали, что нефть и газ поступают с больших глубин снизу, то теперь биосферная концепция говорит, что органики совершенно правы, что углеводороды именно в нефтематеринских толщах возникают, согласен, подтверждают, а то, что и она, с другой стороны, подтверждает представление неоргаников, что для этого не обязательно иметь органическое вещество, а можно это делать из СО2, там из чего хочешь. Понимаете, в чем, так сказать, и правые, и те, и другие, но в чем-то отличается. Я потом скажу в чем. Ну вот объяснение наблюдаемых фактов на основе биосферной концепции. Ну вот явление дегазации. Все считают, что из ядра Земли, так сказать, идет эта дегазация. На самом деле она легко объясняется этой реакцией, и соотношение там вот СО2, СН4, СН2, как в наших экспериментах, вот это все можно объяснить процессами разложения воды. Значит, вода разлагается не только в осадочном чехле земной коры, но и еще вот не только метеогенные воды, но вот еще воды глубинного залегания, которые там в серединах океанических хребтах циркулируют. Там тоже разлагаются, без разницы, но в основном они будут разлагаться с образованием водорода, а континентальные воды, где много углерода, там будет метан и углеводороды. Теперь очень важный фактор деятельность людей. К чему я веду-то? Дело в том, что у человека это не просто так. Вот добывая нефть и газ, и сжигая их на поверхность, вот если мы вернемся к той системе круговорот, о которой я говорил, что он делает? А он делает вот что. Добывая углеводороды, скажем, из обычных ловушек, из обычных месторождений нефтегаза, которые формируются за времена порядка 10-6 лет, за время миллион лет, и поднимая их на поверхность, он тем самым вот этот углерод из одного цикла переходит в другой. Причем из цикла вот миллиона летнего он приходит в биосферный цикл. А вот если мы начинаем разрабатывать месторождение сланцевых газов или там углей и так далее, то мы переводим углерод из вот этого медленного цикла, самого миллиарда летнего или там сотни миллионов летнего, мы его тоже переносим в биосферный цикл. И в биосферном цикле накапливаются огромные массы нового углерода, для которых нет ловушек. И система ищет, куда их засунуть. И что она делает? Значит, вот теперь смотрите, добывая, вот антропогенный фактор, вот в настоящее время вот столько добывается. Вот если мы это все сожгем, то мы превратим его вот в такое количество углеводов, в СО2. А это такое количество СО2 в год, это 10% от скорости вообще круговорота в биосферном цикле, где я показывал на 10-17. Представляете, что творится? То есть человек активно вмешивается в круговорот углерода, не только в погоду, но и в нефтегазообразование в недрах. От того, где мы добываем, где мы сжигаем, от этого очень много зависит. Потому что если мы будем добывать здесь и здесь сжигать, слава Богу, но если мы будем добывать здесь, а куда-то увозить, там на побережье, там в Америку, и там сжигать, то там будет возникать месторождение. Что оно и происходит, в основном американские месторождения сейчас скатываются в океан, там постоянно, это с одной стороны, с другой стороны, там это уже будет не обычное месторождение, это будет газогидратное месторождение, сейчас покажу вам. Итак, основные результаты подвижного углерода на земной поверхности. Вот если мы начинаем сжигать, значит сначала все поступает в атмосферу, а потом перераспределяется вот по этим циклам, по этим вот почвой, илой, и живое вещество, мировой океан. Но дело в том, что сюда много не посадишь этого углерода нового. Потому что мировой океан это вообще буферное раствор, он много не берет. То же самое с живым веществом, которое мы постоянно у нас там леса, мы вырубаем, там что-то там делаем, не хватает ловушек. И что делает система? И эта система переводит вот этот избыточный углерод из атмосферы переводит под земную поверхность. И если есть ловушки там, то она заполняет ловушки, а если нет ловушек, то она прямым ходом это подземным стоком вод переходит в мировой океан. И вот сейчас все крупнейшие месторождения, с характера, ну, это все на наших глазах, это цикл 40 лет, это в общем, это сегодня, все это переходит туда, скатывается. И вот данные по углероду в атмосфере. Вот за послевоенный период, вот тут вы видите, 24% относительно возросло в атмосфере содержания СО2. Вот. А дальше это СО2, значит, это в атмосфере, но существует баланс между, круговоротом углерода, между разными резервуарами. И вот на основе этого баланса можно сказать, что если в атмосфере сейчас вот на 24%, то соотношение Н на Тау, согласно вот тем уравнениям, сейчас не привожу, но такая же штука должна происходить еще где-то накапливаться, так как это все связано. И вот этот углерод первым делом поступает под подземную поверхность. Теперь куда он девается? Первое, это отложение аквамаринных газогидратов. И второе, пополнение запасов месторождений. Когда мы добываем, ловушки у нас освобождаются, там обложиваются емкости, куда этот углерод попадает в виде нефти и газа. Причем на старых месторождениях мы это очень хорошо видим, если мы не уничтожаем ловушки гидроразрывами и прочими другими делами. Ну и вот интенсификация, дегазация недр. Я сейчас покажу вам эти процессы. Вот аквамаринные метаногидраты, это главный резервал углеводородов на планете. 53% вот по современным данным углеводородов съедят в газогидратах аквамаринах. Но вот оценки общего числа метана в газогидратах очень сильно разнятся. Вот есть два оценки. Вот есть оценки Соловьева где-то на уровне 10,18 грамм. Вот это. И есть Якуцене 10,20 три порядка, потому что его очень трудно оценивать, он газогидраты очень мало живут, и они даже в течение там нескольких лет они перемещаются по поверхности дна и по глубинам. Очень трудно их вообще, говорят, добывать. Ну и вот в свое время была высказана гипотеза, что газогидраты есть результат сноса СО2 подземным стоком вод. Вы знаете, что примерно одна треть того, что поступает в океан, идет с подземным стоком вод. Помимо то, что слосятся водами в виде рек и так далее, под землей тоже идет сток. И вот здесь показаны данные уже наших коллег, мы работаем рядом с институтом водных проблем на сотеннем этаже, вот их данные, тут показано сколько сносится воды с берега там под океан, а вот здесь места газогидратов. И в общем, когда у нас идет снос, вот идет вот этот вот система должна куда-то деть этот избыточный углерод, и если не хватает геологических ловушек, то использует она химические ловушки. Газогидраты это те же ловушки только химического типа, куда метан, молекула метана входит в структуру молекул воды, причем емкость этих самых ловушек колоссальна. ну вот тут оценка сделана вот этот весь углерод, который некуда девать, вот он садится в качестве метаногидратов в океан. Ну вот здесь сделаны оценки кое-какие и показано, что учитывая соотношение, с какой скоростью растет содержание СО2 в атмосфере, вот с такой скоростью должны образовываться газогидраты, ну и показано, что вот правильным значением содержания газогидрата является 10-18 степени, а не 10 там на 3 порядка больше. То есть это вот можно подтвердить, что все, что сегодня мы сжигаем, вот эти избытки, прежде всего садятся в газогидраты. Ну теперь на длительно разрабатываемых месторождениях нефти, вот Самарской области, вот как идет восполнение, это все данные вы знаете, значит вот Шебелинское месторождение, значит все месторождения в процессе разработки они пополняются, вот на Шебелинском месторождении вот идет теоретическая кривая вот такая должно быть, а на самом деле идет вот такая, ну а тут интересно другое, вот, вот интересно что, что вообще это графики разработки нефтяных месторождений, все начинается с ничего, прогулили одну скважину, открыли там что-то, дальше тыкаем скважины, начинаем добывать, достигает добыча максимума, потом начинает снижаться и вот где-то спустя там 30-40, там 35-40 лет выходит на какую-то асимптуру, вот ваше ромашковское месторождение здесь, а вот если мы это все отнормируем на максимум добычи, то получим вот такую кривую, я здесь еще добавил Шебелинское, то есть выясняется, что после примерно 40 лет вот эта длительность этого цикла круговорота, все выходят на некий стационарный режим и в таком режиме вот опыт пока эксплуатации Шебелинского показывает, что практически последние 10 лет там, когда они перешли вот на такой режим добычи, вот у них добыча составляет 20% от максимальной, там хорошо это работает, но там очень простое месторождение с точки зрения добычи газа, ну и я думаю, что такая же ситуация на всех месторождениях, вот этот вот 20% это и есть темп потока углеводородов, если не ломаются ловушки гидроразрывами, если уничтожите ловушки, поток идет все равно, но все это будет сифонить в атмосферу, но если вы сохраняете ловушки, будут они заполняться, так, теперь вот участие в нитиогенных вод, вот тоже ромашкинское месторождение, вот данные Муслимова, вот видите тут такие циклы, вот с чем они связаны, ну у них там были связаны, в их работе это было связано с солнечной активностью, а на самом деле это связано с выпадением осадков на территории Татарстана, вот мне дали гидрогеологи данные по колебанию осадков, ну вот тут они довольно сильно меняются, значит вот где-то тут 750, здесь 250, ну в общем, ну не в 5 раз, но в 4 раза точно меняются, это все чувствует месторождение, это все отражается на составе добываемой нефти, такая же лись есть на Белом Тигре, тоже там циклично, что-то там немножко другой период, ну в общем, есть связь с водами месторождений, теперь вот скважины миллионеры на Минебаевской площади, вот здесь вот такими вот трещинками показана, это старая работа, вот где скважины миллионеры, они не везде сидят, а они вот сидят, смотрите, какая ловушка замечательная, вот она ловушечка, а вот тут трещинки, есть ловушка, которая идет под токи, эти потоки концентрируются в определенных местах, вот если правильно вы поставите скважину, она будет у вас давать притоки, вот, причем вот этими притоками можно управлять, у нас есть патенты, которые говорят, еще надо знать, где пробурить скважину и как ее пробурить, можно туда подкачивать воду, вообще можно в скважины закачивать воду, карбонизированную воду, вот эти все, все вы знаете вот эти эксперименты, эксперименты технологии, когда у вас карбонизированная вода закачивается или вода там с, ну или СО2 просто закачивается в скважину с тем, чтобы как бы повысить подвижность, степень вытеснения увеличить, на самом деле СО2 не только вытесняет, а он сам участвует в образовании углеводородов, вот все это надо изучать, я надеюсь это все вам предстоит это делать, теперь нефтегазовый потенциал недор, вот сейчас он оценивается по содержанию нефтематеринского органического вещества, но это можно делать лишь на начальной стадии месторождения, на той стадии, когда вы только-только открываете месторождение, но как только в этом месторождении вы начинаете его добывать, значит, да, и это месторождение, там тяжелые нефти, там могут быть разные нефти, но как только вы начинаете его разрабатывать, как только у вас открываются ловушечки, туда начинают подтекать новые порции легких нефтей, чаще всего это очень много газа, очень много легких нефтей, это видят на Рогвашкинском месторождении, видно это все, вот, теперь если учитывать только органическую теорию, вот она, то время заполнения ловушек 10-6 лет, а вот если учитывать биосферную концепцию, с учетом того, что у нас там крутится и так далее, то это 70 лет всего, ну, оценки-то по порядку величины, оценки, ну, теперь есть еще один способ контроля, очень мощный, который тоже можно попробовать на Ромашкинском месторождении, дело в том, что поскольку СО2, как мы предполагаем, да, он с метеогенными водами опускается под земную поверхность, значит, он так или иначе попадает в нефти, так вот, в нефтях он обнаружен, и этот СО2 содержит еще изотоп С14, радиоактивный, у которого период полураспряда 5000 лет, так вот, нашлись люди, которые не побоялись поопубликовать эти результаты, потому что тех людей, которые я знал, мне говорили, что мы побоялись, хотя они тоже получали С14 в нефтях, но они считали, что это артефакт, этого быть не может, и постеснялись это опускать, а вот, а вот американцы, американо-канадская группа не постеснялась, вот этот С14, он, откуда он берется вообще в атмосфере, он берется, вот реакция НП на углероде, вот, вот на азоте атмосферы идет реакция космические нейтроны, вот они взаимодействуют, по НП реакции образуется С14, вот период 5730 лет, вот вклад этой реакции основной, вот тут единица, потому что все остальное идет мизер, другие реакции возможны, но это основная реакция, а теперь, значит, этот изотоп, он обнаружен в Гуэмас, в Калифорниевском заливе, вот, отбирали там нефть, и вот, вот эта группа в 1991 году, обнаружили там С14, и определили по этому С14 возраст там, 4000, где-то 5000 лет, потом были эксперименты, вернее, что-то такое у нас отбиралось, сейчас скажу, и Конторович это возил, по-моему, в Швейцарию там проверял, там вообще современный возраст показали по С14, вот, на Узении, в газогидратах обнаружили, правда, там низкие точности, тоже С14, С14 есть, а вот это нефть, месторождение Гуэямас, в Калифорниевском заливе, вот мы его исследовали, ну, это, в лаборатории там у Соколова, ну, вот, вот ее, тот же самый, 0,65 угловой, вот этот альфа-коэффициент, другое дело, что, вот, скажем, вот эта часть очень сильно объединена, пока его там достали, морское месторождение, пока добыли, довезли до Москвы, ну, в общем, потеряли легкие фракции, ну, вот, теперь, собственно, ближе мы подбираемся к Казани, значит, вот территория бывшего СССР, вот выясняется, что тектон-магматические процессы на территории нашей страны, они имеют зональность, если в Дивонское время основные процессы магматические происходили в европейской части страны, то с течением времени вообще это все идет снос, вообще вся эта вот евро-азиатская плита, она адрифует, и сейчас вот этот снос, и сейчас наиболее основные процессы происходят вот тут, вот тут вот, а вот в Дивонское время вот главные события происходили здесь, и мы предполагаем, сейчас, она долго думает, сейчас, сейчас, о, и мы предполагаем, вот по нашим данным, вот вся вот эта территория, вот этот серый свет, это Дивонский трактор, дело в том, что вообще европейская часть страны, она разбуривалась в 60-е, 70-е годы, причем она разбуривалась поисковым бурением под органическую концепцию нефтегазообразования, она считалась, что нефть может быть только в осадочном чехле, а в фундаменте, который ниже, магматические породы, там нефти никакой не может быть, и поэтому, когда впервые, как-то буровые бригады, там, долотом достигали, вот, первые магматические породы, значит, бурение прекращалось, а вот сейчас выясняется, что вот эти магматические породы, которые считались раньше фундаментом, на самом деле, являются крышей трапов, которые развиты, это наша гипотеза, и это наши сотрудники нашего института, можно сказать, Шиловский, они всю жизнь потратили, для того, чтобы, Татьяна Ильинична, чтобы доказать вот этот факт, вот, оказывается, это крыша трапов, под которыми тоже есть еще осадочный чехол, венские, венские песчаники, высокопористые, и вот на всей этой территории удалось пробурить, я думаю, что это по пьянке получилось, одну в Казани, одну в Татарии пробурили, такую скважину, когда прошли вот этот вот, так называемый фундамент, и снова попали в осадочные породы, но это не афишируется, потому что это противоречит общепринятым догматам, на самом деле, мы рассчитываем, что если, вот на ваших западных территориях, углубить те скважины, которые уже пробурены, там все прекращали бурить, как только достигали эту кровлю, там прекращали бурить, ну вот, если выбрать там мест, местечко подходящее, а это мы уж поможем выбрать, то мы найдем, проникнем через осадочный чехол, войдем в осадки, вот здесь вот видите, разрез есть, тут такая загогулина, я не знаю, почему она не показывает, ну неважно, вот эта черная линия, и вот вдоль него разрез, вот посмотрите, что такое, не получается, что там у нас не получается, Вадим, зависло, что ли? Сейчас я покажу разрез, и вы увидите, как он устроен, сейчас покажу вам, дальше, ниже еще, ниже, сейчас покажу, как он устроен, и пересекает, он пересекает, да-да-да-да-да-да, еще ниже-ниже-ниже-ниже-ниже, ниже-ниже-ниже-ниже, о, вот, вот этот вот, следующий слайд, вот он какое, вот видите, как, вот, палочный, палочный, прогиб, вот здесь как раз имеется, в трапах окно, А вот там, где мы попадаем на крышку, это интерпретация наших геологов. Он уходит достаточно глубоко, и это называется прогибом. На самом деле тут довольно ровный фундамент, кристаллический архейский. Ну вот, застреваем и попадаем в крышу трапов. А вот какие там коллектора под термином данном подняты с этих глубин. 20-процентные. А вот этот образец даже нефтью был насыщен. Теперь вот где мы ожидаем траповые, вот по нашим данным, траповые покрышки. Потому что трапы являются очень хорошей покрышкой для углеводородов. Где стоит поискать месторождение? Вот они как раз вдоль, где трапа у вас кончается, вот тут начинается месторождение. Из-под трапов выходят потоки углеводородов, они выходят. Ну, что еще? Еще очень важная ситуация, когда у вас нет покрышек, нет у вас коллекторов на территории. Вот у нас на европейской части страны ежегодно, по нашим оценкам, сжигается 100 миллионов тонн нефти. Это весьма крупное месторождение. И вот это 100 миллионов тонн нефти, оно превращается в СО2. И этому СО2 деваться особо некуда. Это на большей части, так сказать, России, в отличие от Татарии. У Татарии, слава богу, есть покрышки, куда это может садиться. А на большей части территории таких покрышек нет. И что же происходит? И вот в тех местах, где нет покрышек, идут такие, так называемые, структуры дегазации. Вот эти вот белые такие вот, вот эти вот, ой, вот эти, такие проплешенные. Вот из них выходят, они могут быть от десятков метров до сотен метров. Некоторые заполнены водой. Вот они вдоль разломчиков располагаются. И через них идёт сифон, сифон водорода. Вот, вот разрез такой вот структуры. Идёт водород и метан. А вот европейская часть, вообще это не европейская, это уже Европа. А вот наша Москва, Москва, вот тут вот центральный район. Вот, вот это вот структуры, которые вот нашли Ларин. Там в огородах есть, они сифонят из всех мест. Вот, ну и рекомендации. Вот я уже кончаю. Значит, биосферная концепция открывает возможность перехода к новым технологиям освоения залежей. Как пополняемых источников углеводорода. Значит, эта технология должна реализовать три момента, очень важно. Значит, введение в эксплуатацию для местных нужд. Всех, пусть даже мелких месторождений, потому что это те же самые ловушки, что крупные, а мелкие нужны их могли. Второе. Снижение темпов извлечения углеводородов из залежей до уровня, приближающегося к их естественному пополнению в месторождениях. А это примерно 20% максимальной добычи. Ну и логистика. Если вы будете сжигать в том месте, где вы углеводороды потребляете, где вы их добываете, у вас будет восстанавливаться. Замелые души. Ну и главная рекомендация. Я на этом кончаю, потом две картинки и все. Вот настаиваю, как вам сказать. Вот биосферная концепция, как бы ей весь пропитан, проникнут ее, ну, сутью что ли. Так вот, мои рекомендации следующие. Необходимо прекратить порочную практику добычи нефти и газа, уничтожающие месторождение углеводорода. То есть связанное с гидроразрывами, с разрушением ловушек и так далее, и так далее. К месторождениям нефти и газа следует относиться так же бережно, как к колодцам для воды. Если воду из колодца вычеркивать очень интенсивно, он мелеет. То же самое происходит с месторождениями нефти и газа, только за время порядка 40 лет. При этом обмелевшие колодцы воды не уничтожают, а ждут они, пока они снова заполнятся водой. С залежами нефти и газа, однако, поступают иначе. Старые месторождения забрасывают, а взамен занимаются поиском новых, нередко труднодоступных и трудноизвлекаемых источников. Благодарю за внимание. Значит, я вам покажу сейчас несколько картинок. Вадим, покажи, пожалуйста. Значит, сейчас дегазация, вот эти вот, развита чрезвычайно сильно, она идет везде. Вот, например, примеры структуры. Это метан. Метан, метан. Следующая картиночка. Вот это озеро Байкал. Ребята там пешней пробили прорубь. Вот идет метан. Следующий слайд. С той стороны подойдет. Вот тоже, тоже выходит метан. Сплоши этой никакие не болота, это обычные, обычные водоемы. Следующий слайд. А вообще вот это страшная вещь. Вы знаете, пожары в Европе, пожары там в лесных массивах. Это совершенно не обязательно, что кто-то там специально поджигает что-то. Вот есть такие разломы, через них идет метан и водородцы. Следующий слайд. Причем, даже если не горит, вот посмотрите, вот ничего не горит. Вот подносит. Вот загорелось. Идет страшный декадат. Вообще говоря, пересыщена подземная гидросфера, пересыщена углеводородами. И углеводороды как вода, они неуничтожимы. Просто надо научиться правильно их добывать, правильно разрабатывать, правильно относиться к месторождениям. Вот как неиссякаемым источником углеводородного сырья. Тут много надо что-то подумать, как это сделать. Но это, вот тут много молодых, это вам задача на жизнь. Спасибо за внимание. Не уважился чуть-чуть, но я что хочу сказать. Понимаете, вот что такое вообще научная революция? А это вот когда меняются совершенно взгляды радикальным образом. Меняются на многие уже укоренившиеся в практике вещи. И этот процесс чрезвычайно болезненный для научного сообщества, а для бизнес-сообщества вообще. Вот то, что я сказал, ну я могу сказать, что вот эти вещи, они даже для научного сообщества, это вновь в диковинку, ну в силу нашего образования, есть какие-то геологи, есть там астрономы, есть что-то, и очень трудно это все воспринять. А для бизнес-сообщества это вообще, вот все люди, которые управляют этими процессами, они совершенно вот даже не представляют, что на самом деле происходит. Вот есть в юриспруденции, есть такое правило, что нарушение закона чревато ответственностью. Вот незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Вот в науке такая же вещь, незнание устройства природы не освобождает от необходимости с устройством природы считаться. Значит, то, что вот сейчас еще какое-то время мы будем добывать не так, как добывали, а потом непременно вот эти представления, о которых я вам сказал, они обязательно к ним придем, это неизбежно. Вопрос, сколько продержимся, не знаю. Как быстро у нас иссякнуть запасы, думаю, очень быстро. Речь идет буквально о десятке лет. Когда нечем будет заполнять трубопроводы, которые мы настроим. Это мой прогноз. Можно прятать голову под крыло, да внушать себе, что ничего, ничего, там на мой век хватит, но рано или поздно это произойдет. Я утверждаю просто, как вот человек, занимающийся наукой. Ильдар, я вот что хочу сказать, что вообще говоря, вот такие крупные перестройки, мировоззренческие отношения к каким-то вещам, они, как правило, занимают одно-два поколения. Вот в физике, например, других наук. Одно-два поколения требуется для того, чтобы что-то изменилось. Лучше революция в голове сначала. Значит, надо, чтобы сюда, на это обратили внимание, надо, чтобы подключились люди. Вот один человек ничего не может делать, один человек может традить идею, но эта идея должна быть подхвачена, проверена вокруг себя. Значит, поднимается флаг, под этот флаг должны прийти единомышленники, начать это что-то делать, проверять, уточнять. Только после этого можно о чем-то говорить, о каких-то практических внедрениях. Пока что мы только-только-только... 25 лет прошло всего, с момента появления вот в России этой идеи, она еще в мир даже не проникла. Пока что это все крутится вот только-вот только у нас. Вот, представляете? Ну и ждут. Новые идеи всегда требуют своего продвижения, требуют молодых голов и молодых людей. Желаю вам, чтобы вот посеял зерно, а дальше думайте, интересуйтесь. Значит, вы хотите примирить как бы новые и старые представления. Вот я старался не использовать термин органическое происхождение, неорганическое и так далее. Потому что механизм образования углеводородов, что из органического вещества, что из СО2, он один. Другое дело, что источником старых месторождений, это является органика. Органика, они отличаются и составом, и азотопным, и многими другими вещами. А вот в новых месторождениях, особенно на последних стадиях, вот это важно подчеркнуть, там уже начинают добавляться вот эти углеводороды легкие, уже которые образуются вот за счет того, что я вам сказал. Действительно, в процессе разработки месторождений состав нефти меняется. Меняется. Когда мы открываем месторождение, считайте, можете считать, что работает полностью органическая концепция. Потому что она не очень разбирается, как из этой органики сделать углеводороды. Важно, что есть материнское какое-то вещество, оно превразуется в углеводороды. Бесспорно, за миллионы лет, неважно, со сотни тысяч лет, преобразуется, преобразуется. Но как только вы его открыли месторождение, как только начали добычу, как только у вас освободились ловушки, вот туда обязательно постукят вот то, что я сказал. Понимаете? И будете смесь добывать? Непременно. Пустого места не может быть. Причем она будет туда поступать, если вы... В первую очередь может туда поступать вода. Вот если вы нарушите гидрологическую ситуацию на месторождении, если раньше у вас вода вот эти СО2-то куда-то несла, ближе к этим скважинам, где были ловушки, и там что-то такое происходило. Если вы отведете вот эти потоки, там, миграционные, куда-то в другую сторону, закачкой воды, там передвините фронт, там вы, может, ничего не получите, и вы загубите ее миллионники эти. Совершенно спокойно. Я хочу сказать, что нужно понимание. Вот наука должна быть впереди. Вот то, что я говорил, она открывает глаза на некоторые вещи, которые раньше понимались вот так. А теперь они понимаются вот это. Но я с вами целиком согласен. Можно так, пожалуйста. Но объяснить вот современные потоки, я даже не говорю о потоках, там никакой нефти туда не подтекает, там само оно образуется. Вот. Современное выполнение запасов, что откуда-то там из недра земли, там из ядра земли идут какие-то потоки, это заполняют сегодня, это неправильно. Это неправильно. Вот я могу доказать, что, значит, это противоречит вообще составу дегазации, вот газов дегазации. Там есть определенное количество СО2, определенное количество азота, метана, водорода. Вот это соотношение, оно указывает на то, что эта вода разлагается. Соответственно, нашему эксперименту. Причем, прежде всего, разлагается в породах земной коры. Лосатусончик. Да, да. Да, да. Ну, вначале не было, чем в этой системе, в этой системе, не слышать, но это не за счет старой. А за счет того, что постоянно включаются разговоры все новые, новые, просто теперь все новые, новые участки. Но в этом старые Вы знаете, совершенно правильно Надо искать нефть везде Она как вода Вот вода неуничтожима И это неуничтожима Ищите ловушки Что же касается старых месторожденных То если они совсем не убитые Как скажем Самотлов Если там не все разрушено И сохранились ловушки Там будет тоже накапливаться То есть если они совсем убитые То вы над этим месторождением Повыдете газовую шапку Будете ловить там Увидите из космоса Как прет довольно сильно У меня на эту тему есть статья В георесурсах Которая так и называется О возрасте нефти Значит Вот что касается Биосферной концепции То там предлагается Поскольку это все круговорот То там Предлагается использовать Любая ловушка Это дырявая ловушка И она заполняется И опорожняется Там предлагается использовать Другие понятия Среднее время жизни Углеводородов У ловушки И время образования ловушки Вот там такие термины Значит если говорить О среднем времени жизни Углеводородов Ловушки То это Значит для тяжелых Нефти оно побольше Для газовых Там оно Маленькое Там порядка Столет А если говорить О времени образования Ловушки Для Татарстана Это миллион лет Старше Месторождение Миллиона лет Вряд ли Вряд ли Породы Есть Согласен Согласен А вот то что они Заполнились И там Сохранилось Углеводороды Возрастом Один миллион лет Это вряд ли Потому что Вот те процессы О которых я вам Рассказывал Там кометы Падают Еще что-нибудь Там двигаются Там все Не удержится Там И там не сохранится За миллион лет Ничего не сохранится Это Навяг Это все Современные Вот процессы Уж если Влияет Технология Добычи На то Сколько у вас Там нефти Образуется Понимаешь То есть Вот Уже другая Даже терминология Нужна Тоже есть Да Нет Конечно Но это Если мы Поставим Такие Я в свое время Пытался Отбирать Нефти Из Месторождений В частности С каких-то там Площадей Ромашкинского Мне Каюкова Обещала Там что-то Поставили Мы эксперименты Но Из этого Я хотел там С-14 Определять Это было 10 назад Но Там нужно Высококвалифицированные Качества Отбор нефтей Чего тогда Не было сделано Я пытался Там в них Определить С-14 Честно говоря Все На пределе Чувствительности Что-то видно Но не хватало Чувствительности Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...